Фильм вдохновлен реальными событиями, однако все персонажи и ситуации являются вымышленными. Итак, друзья, сегодня воскресенье, 13 октября. А чем занимается настоящий КамАЗист выходной? Правильно, КамАЗом. Почитал комментарии, пишут люди, поменяя местами колеса. Ну, руль тянет вправо, такая проблема есть. В принципе, почему бы и нет. Самое простое, это поменять местами колеса, а вдруг какой-то эффект будет. Из носа как такового, ну, вот здесь может быть чуть-чуть больше скос, чем здесь. Не знаю, видно, не видно. Очень... Ну, в принципе, да, наверное, здесь есть все-таки больше. Теперь на ту сторону пойдем, на то колеса посмотрим. Здесь вроде поменьше, не знаю, чем здесь. По идее, бы лучше не колеса местами менять, а саму резину разбортировать, развернуть ее на диске другой стороной, чтобы вот эти вот скосы поменялись местами. Вот это будет более эффективно. Ну, колеса перегинем местами, как бы для профилактики тоже это полезно. И... И что? Исхождение попробую померить. Не знаю, получится, не получится. Сейчас поднимем на лапах, выровняем руль и посмотрим, что делать будем дальше. Четко ровно работает, но еще не холодно, но уже прохладно. Посмотрим, как морозы будут на холостом по утрам работать. Очень интересно. Пока не дымит. Так, аккумуляторный гайковерт мой у шиномонтажника года. Головка 107. Жафа. Кстати, что-то он... Что-то ему понравилось, походу. Молчит, ничего не говорит. Сегодня будем крутить пневмой. Ну, и тот, и тот не срывает. Прям... Сейчас придется по-любому сорвать этим... Торсионом. А потом уже... Ради эксперимента все равно еще раз попробуем. Не сюда, а куда? Всем пока, ребята. Я ухожу с канала из-за маленьких просмотров. Так, сейчас проверим степень затяжки. Момент затяжки. Я отметку сделал метр на торсионе. Мой вес 65 килограмм. Сейчас посмотрим. Значит, больше 650 ньютонов на метр затяжка. Теперь полная длина торсиона 150. Метр пятьдесят. Пробуем. Да, сейчас надо прикинуть. Посчитайте, напишите в комментариях. 150 сантиметров на 65 килограмм. 900, да, где-то? Ньютонов получается. Хотя заводская по инструкции 650. Повторяем. Поэтому и не берет. Так. Пока колеса не открутил, пока старые, на старых местах. Замерил, ну так, колхозно замерил трубкой. Схождение спереди и сзади. В принципе, получилось 14 миллиметров спереди, 18 сзади. То есть, в принципе, нормально. 4 миллиметра перед ужи, как так и должно быть. Перед ужи. Ну, по колхозному замерил, конечно. Ну, такого ничего этого критичного, смертельного нет. Даже получается прям идеал, я бы сказал. Все, я нашел, в чем причина. Вот так вот, пацаны. Ничего не надо мерить, перекидывать. Надо просто поменять. Рулевую тягу. Так, рулевая тяга есть у меня. Такая Ростар, вот написано. Вот она вот здесь крутится. Надо будет ее тоже отрегулировать. Блин. Че? Раз уж пошла такая пьянка. Поменяем? Так, че думаю? Раз уж и колеса решил менять. Ну, все-таки надо поменять. И легче мне будет здесь работать. Можно, конечно, вывернуть. Одну сторону открутить, а другую. Ну, думаю, все равно ради профилактики поменять местами. Блин, 20 гаек открутить-закрутить тоже. Такая профилактика, да? Для организма. Надо подумать хорошо. Так, а вот теперь пришло твое время. И вот это начинается. Ну, раз уж колесо снял, давай барабан снимем, посмотрим. Там колодки, накладки. Сам барабан. Накладки даже не притерлись еще полностью. Вот что значит манипулятор. Сколько? Пять лет назад я вот передний мост менял. Новые накладки наклепал. Ну да, потрескались. Ну, прям вообще тут толщина. Сейчас начинается самое интересное. Ну, палец я не буду там особо беречь его. У меня-то все новое. Гайки, главное, открутил нормально и туда померил на новую тягу. Гайки старые подходят. Значит, все нормально. Есть. Так, что мы теперь постараемся максимально под старую тягу сделать новую. и ставим на место. Чуть-чуть новая тяга, короче. Не знаю, как правильно померить. Ну, еще раз, наверное, развал. Схождение надо будет мерить. Дело. Так, все. Стульчик поставил. А то не могу поставить тяги, пальцы очень же тугие. Руль, наверное, теперь тяжелый станет. Даже не знаю. Вам не видно данной цены. Вот так. Все для вас. Смотрите. Смотрите. И не говорите потом, что вы не видели. Вот так. Закручиваете вот так вот. Вот здесь бы смазал, все. Вот так вот. О, как хорошо, красиво. Новая тяга. Покрашенная. Так, амортизаторы тоже, скорее всего, поменяю. Сейчас покажу. Амортизаторы. Не знаю. Вроде бы, коробка была Ростар. А здесь нигде я не нашел, что это Ростар. И они мне не понравились почему-то. Мне кажется, что они хуже, чем старые. Теперь хочу старые поставить на место. Хотя, возможно, я их не прокачал. Из-за этого. Что вы так далеко все время отходите? Давайте поближе. Для кого я тут снимаю? Где лайки? Где подписчики? Подписчики. 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 Блин, этого нету. Головки на 36. А так бы я сейчас... Все, тягу я поставил. Затянул. Зашплинтовал вот так вот гвоздями. Вот еще мне научиться бы вместо гвоздей шплинты использовать. И меняем амортизаторы. Он уже стал потеть даже. Чуть-чуть вот он. Влажный становится. Да вообще. А вот старые. Сейчас они чуть растянутся. Сухие. Вот им сколько лет. Сухие. И жесткие, жесткие они. Невозможно их короче подтянуть, растянуть. Очень тяжелый. Меняю все. Уже точно решу. В общем, надо сперва колеса поставить. Потом опустить и потом амортизаторы менять. А то какой-то перекос получается. Не знаю. И стал там вдаваться сильно. В обробности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все. Сделал схождение. Спереди 15 мм. Ну, это у меня свой этот, короче, разница. Получается, 5 мм сделал. 4-5. Здесь 15, там 20. Это я зазор просто говорю, какой у меня там. Ну, чуть колхозно, да. Но когда поставил, только было одинаково. Прям ровно 15-15. Прям 0-0 было. И спереди, и сзади. Подрегулировал. Да, новую тягу регулировать, конечно, одно удовольствие. Поэтому я старую не хотел трогать. Все, хомуты вот эти затянул. На этот, на герметик, на красный посадил. Аброски хорошие. Все-таки это руль. У Сереги тоже смотрел, там, КАМАЗ-991. У него открутилось. Вот эти моменты. И проблемы были. И что-то какое-то вот это блестящее все. Что-то не внушает доверия. Поэтому я что-то этот стал вообще использовать частенько. Частенько вчера, этот, в туалете ручка задолбала, откручивается. Два винта. Что там, какие-то эти нагрузки или что, этот, вибрация. Почему откручивается? Длинный-длинный винт и полностью выкручивается. Я пошел, психанул вчера. Взял этот, как он называется? Стоп-фиксатор резьбы неудаляемый. Намазал, закрутил, думаю, блин, уже этот, нервы, короче, на пределе. Так что, вот так. Все, амортизаторы. Вот теперь амортизаторы. Сейчас я вам покажу амортизаторы. Смотрите. Это КАМАЗовский амортизатор. Вот так. У меня даже мышцы на лице не напрягаются. Это что, амортизатор? Сейчас я вам покажу настоящий. Почувствовали разницу? Эй, что за ветер? А только подмел там, хорош. Ай-яй-яй. Втулки тоже все новое ставил. Старые посмотрел сейчас, которым 18 лет. Они примерно такие же. Ну, думаю, с этими что станет еще через год, неизвестно. Поэтому все старое сейчас поставлю. Так, всем доброе утро. Всем салам алейкум. Плюс 9 градусов у нас сегодня. Включил автономку. Ну так, чисто для прикола. Не то, чтобы прям холодно, но шапку надел. В общем, руль просто небо и земля. Не скажу там прям песня. Вообще в шоке. Уже забыл, что так может быть. Вчера вот по трассе проехал. Буквально километра 4-5. И все. Блин. Руль стоит. Ну, тяга прям жесткая, тугая. Не дает вообще. Все, выехал на трассу. После ремонта рулевой тяги. Вот, отпускаю руль. Ну, сами видите. А то раньше было прям вот сразу туда. Постоянно. Через видео даже. Вообще отлично. Теперь посмотрим за резиной. Посмотрим, как износ. А так, в принципе, нормально. Так, с утра что? Я уже с грузом. Так, вчера загрузился с вечера, как обычно. Блоки, 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 да. Пеклоблоки. Как бы спешки нет особой. Просто вчера было время. Были блоки с утра, чтобы там не толкаться. Потом не выезжать. Ну, и это все так. Не знаю. Погода такая у нас. Не особо нелетная. Сразу блоки сразу появились. Как погода испортилась, сразу наличие и все, пожалуйста. А то очередь в запись. В общем, что, заводим и едем. Положил вот сразу запасная обувь. Я вчера вот траву один раз наступил. Мокрая трава там. Все, все мокрое. Перчатки мокрые. Все, вот сейчас положил. Сейчас посмотрим, как высохнут быстро. Еду, в общем, потихоньку. Дорога вниз. Здесь, хоть и груженый, двигатель вообще не нагревается. Стрелка даже вообще не дергается. А у меня уже тепляк вообще прям ноги уже почувствовали. Я еще такой. Насчет тепла очень чувствительный товарищ. Да, плюс, конечно, вот в этом огромный. Сейчас его пока нагреешь. Пока я доеду, он не нагреется. Там на холостых тоже. Короче, вот зимой вот в таком режиме он работает. Что интересно, насчет блоков же я сказал. Но от погоды нету, блоки появились. И блоки появились, и никому не надо. Работать никто не хочет. То искали, пожалуйста, найди нам где-нибудь, как-нибудь блоки. Теперь звоню, блоки есть. Возьмите, завезите. Да, я не говорю, работайте. Просто завоз делайте. И потом погода наладится. Выйдут, поработают, ребята. Не, 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 ничего-то мы, что-то как-то... Да, нам не надо туда-сюда. Так, нам нужна улица Тореза. Всегда, ну, как всегда, раньше думал, то Мари Тореза какая-то думал. Французская там революционерка. Оказывается, это улица Мориса Тореза. То есть, это, видимо, был мужчина. Тоже из их окружения. Ага, вот есть. М Тореза, да, теперь нам куда-то. Да, и там, как обычно, такой узкий заезд. Улица узкая, еще они машины вот так на ночь оставляют. Чудо, во дворах места нет, что ли? Там вообще автобус стоит. Блин, как я здесь заеду? Блин, автобус там стоит. Прямо напротив въезда. Там и так узко. Не знаю, сейчас как-то будем... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Как здесь будет проедет? Я не знаю. Прыжмусь, конечно. Вот эти столбики мешают сильно. Кондиционер включил на 20 градусов. И окна полуоткрытые. Вот так и жарко, в принципе, да. Сколько там? 22 градуса. И так, чтобы не заржавел. О, сколько крошки поехало. Вот это мне надо перед домом насыпать. Все время вот такая работа мне достается. Все время вот так вот. Вот так вот. Там еще люк так. Опасно, надо колеса. Провалиться будет. Все, уезжаем. Все поднял. Деньги дали. Теперь бы выехать. У меня. Компаду- деньги полностью за все оставил узбекам хозяин заказчик за блоки за доставку за отдельные подъемы полостью причем за за завтрашний день тоже ведь сразу возьми этот человек он сам по себе значит ну сказать честный порядочный да то есть он сто процентов уверен что его не обманут потому что наверное он сам такой вот мне очень нравятся какие люди нравится по первым потому что деньги сразу отдают да и безо всяких там а сколько там подъема поскольку это красавчик вот таких побольше бы людей и жить было бы намного намного легче а че это вы делаете кинуто уже кончилось